подождем когда эта херня проедет это нью-йорк детка всем привет привет а с вами янки булочка и сегодня у нас второй день митингов вчера мы были на украинском митинге сегодня мы пришли нашим к русским конечно очень жаль что я так понимаю украинцы отказались от того чтобы русская диаспора вместе с ним может быть но я так знаю я знаю что было в планах взять этот митинг совместно на два года войны потому что по идее в сквер сколько мы rowan были вот на этих митинг это русский но мы были на русских доно украинских мы были вот мне мы были саму перу рост на украинском это украинский да самый первый раз ну кальцию смысл в том что мне кажется если бы это все было вместе было бы больше народу больше единственно да и как бы россияне не смогли не смогли бы и петь гимн украины ну а так все кричалки и все знают магин украины да ну это единственное мне кажется вот и еще как бы хотелось ответить на один из комментариев который был под видео которое мы выложили вчера я не знаю когда я смонтирую это видео может быть идет пару дней то есть она выйдет где-то среди недели вот написали под нашим видео что мол россия не имеет морального права на будущее что россии нет будущего и что россия не имеет морального права на что я ответила там комментарии что а германия имела право на будущее и испания после пиночета имела право на будущее а италия после муссолини имела право на будущее а франция после похода наполеоновского имела право на будущее а америка который устроила геноцид индейцев и гражданскую войну потому что они хотели отказываться от рабства и когда сбросили бомбу на японию а там тоже ничего ноги это было в рамках второй мировой войны а япония которая тоже участвовала на стороне фашистской германии имела право на будущее сейчас эти страны живут цивилизованно и нормально и россия это не первая надеюсь последняя в западной цивилизации страна которую захватила диктатура история знает миллион таких примеров так то же самое что сейчас происходит в россии то есть ничего нового в россии не происходит только в отличие от немцев во второй мировой войне о путина нет активной поддержки то есть фашистской германии не нужно было немцев немцам давать 500 рублей или собирать бюджетников на митинги в поддержку гитлера они сами прекрасно ходили и гитлера поддерживала молодое население активная молодежь поддерживала гитлера путина поддерживают бабушки пенсионерки да вот это его электора активная молодежь его не поддерживаю у него вообще отсутствует активная поддержка в россии уже много лет нет честных выборов ну как бы чего вы ожидаете в стране где тоталитарный режим разгулялся до пределов андроповского советского союза чего что вы ожидаете я хочу напомнить как бы просто для тех кто пишет такие комментарии да для вот таких вот граждан украины что украина получила свою независимость не потому что люди вышли на митинги в киеве а потому что люди вышли на митинге в девяносто первом году в москве просто ну вот так вот все страны снг получили свою независимость республики после того как был подавлен путь 91 год в том числе при поддержке населения ну в общем покажем вам сейчас что здесь происходит и если здесь вообще этот митинг по расписанию типа по планам он должен быть с 3 до 5 ну посмотрим ну вот мы подошли к нашим ну нас не так уж и много то есть вроде бы душе душа свеча к свече в окошко в тёмном дворе эта война идет не два года нет войне у меня еще одно сообщение от дарьи активистки из москвы я не страшусь путина но он раскрывает мне сердце каждый день я думаю о невиновных людях посаженных за слова и мысли на безумные сроки я думаю о молодой девушке которую обвинили в том что она вступила в чат и после начала войны и посадили на 7 лет могу ли я у тебя на эти половины девушек я думаю о красивой девушке которую суд не отправил в тюрьму хотя она просила вместо этого ее приходили в тюрьму сопровождая издевательствами и пытками я думаю о человеке который отдал себя во власть этого государства и показал ценою своей жизни это разрывает мне сердце я думаю о том путина который свернула моя страна захваченная этим лежит правительстве а то и декадратные системы и общества который могло бы не быть но уже сложно это разрывает мне сердце я хочу кричать остановитесь прекратите кровопролитную войну прекратите умирают людей внутри страны и за ее пределами прекратите преследовать и наказывать людей за мысли прекратите так бесстыдно лгать что мозг готов взорваться прекратите я хочу невозможного я хочу чтобы этой войны не было потому что я не могу пережить уже принесенный вред прекратите войну прекратите войну прекратите войну соответственно как Whitman Но я даже не знаю, что считаю, если есть люди, которые не перестанут бороться до будущего, если не вероятность. Это свободу и мир. Мы не сдаемся. Путина в Гагу! 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 У меня была только мама, ветеран боевых действий Афганистана, и бабушка. И я с детства очень хорошо знаю, что такое огромная коррупционная машина. Что такое, когда ты очень маленький, а они все решили за тебя. Когда верхушка, вы заменили себя богами. Вы знаете, я прилетела в Нью-Йорк два месяца назад. И вчера я впервые выступала перед консульством. И когда мы это все засняли, наверное, вот сегодня все выступления в том числе, я хотела бы посетить не только тем, кто находится здесь, а тем, кто находится в России. Потому что сегодня у меня и моей команды была бессонная ночь. Мы разбирали тысячи сообщений от людей. И знаете, что самое главное? Люди, которые находятся в России, для них важно то, что делают здесь, потому что для них это надежда. Я Аксакал, Аксакал, да? Аксакал, Нью-Йоркская оппозиция. Вадим Титов, руководитель и солист всем известной группы «Пацаны». Большое спасибо за рекламу, никому не известно, но узкий круглый. Добрый день, и хочется сказать, друзья. Но, конечно, событие не очень доброе. Уже два года той печали, той грусти, того стыда, того позора, который всем нам, россиянам, приходится на себе чувствовать. Потому что именно два года назад, мы окончательно, даже у кого были какие-то сомнения, поняли, что этот бандитский режим, этот бандитский режим действительно умеет убивать и убивать в больших промышленных масштабах, если можно так сказать. И действительно страшно и стыдно, что, по крайней мере, у меня есть до сих пор этот паспорт российского государства. К сожалению, я до сих пор являюсь гражданином Российской Федерации. Мне хотелось бы чувствовать, как я думаю, что и большинство вас просто гражданами великой страны, великой России, но, к сожалению, как бы там ни было, не знаю, как сказать. Может быть, мы не несем вину за то, что происходит, но то, что мы несем ответственность, это на каждом из нас. На наших бабушках, дедушках, которые там остались, те, которые прошли настоящую Отечественную войну, к сожалению, на них тоже, потому что они плохо вдалкивали своим нерадивым внукам, что не должно этого больше повториться. Их внуки пришли к власти, не те, которые погибли, а те, которые были чекистами, были штаба. Они пришли к власти и повторили. Опять именно этот фашизм, такой уже с другой стороны. Не забудем, не простим! Не забудем, не простим! Борис, и не сдавайся! Борис, и не сдавайся! Борис, и не сдавайся! Борис, и не сдавайся! Борис, и не сдавайся, Борис, и не сдавайся Ну вот мы и показали вам, что сегодня было Да, на самом деле, людей было немного, но все было очень душевно Ну как бы, ну, мне лично полегчало, то есть, постояла, покричала, ряда со своими, как бы, лозунги вот эти вот все И стало, конечно, полегче, потому что после смерти Алексея Навального было совсем тяжело Хотелось просто встретиться с единомышленниками, да? Да, ну как бы, да, общие такие кричалки, которые мы уже более-менее знаем Вот, плюс слышно было лучше Слышно было хорошо, лучше, чем вчера намного Тут организаторы, они используют колонку С микрофоном, это элементарная устройство Да, с микрофоном, то есть не мегафон, и это лучше, чем мегафон Вот, даже несмотря на то, что там рядом тоже какая-то была акция индийских фермеров Они проезжали, плохо было слышно, но все равно Ну, в общем, конечно, жалко, что не так много было людей Но я хочу сказать, что, во-первых, многие пришли вчера на митинг Ну, даже или русские, или украинцы, которые поддерживают И сегодня очень холодно Сегодня действительно прям такой морозный день в Нью-Йорке Наверное, последний морозный день перед весной Да, потому что на следующей неделе у нас обещают прям уже прессовые температуры И на вот эти же организаторы Это они организовывают вот эту акцию в память о Немцове Да, то есть на предыдущих акциях, что мы были Этот же мужик был, я помню, насчет женщин не помню Но мужик точно этот был Как-то он такой запоминающийся, что ли Да Вот, то есть он все эти акции организовывает Ну, может, не один В общем, если получится, мы планируем на следующее воскресенье съездить на вот эту вот акцию Да, если получится А так, в целом, ну, там мы немножко опоздали Там были какие-то, они рассказывали истории, или письма, или комментарии Они письма читали активистов из России Да Еще там какой-то тоже блогер Блогерша выступала, у которой там 2 или 3 миллиона 3 миллиона, но мы ее не знаем Она хоть сказала название своего канала Она будет у нас в видео? Если кто-то ее узнал, напишите, что за канал Посмотрим Да, потом еще был какой-то музыкант Ну, тоже певец Певец, я не знаю тоже кто Ну, я не расслышал тоже и группу, что сказали Пацаны Пацаны? Ну, не помню Ну, в общем, вот так вот Пишите ваши комментарии Как вам Что этот митинг, что украинский митинг Вот А так, спасибо, что посмотрели это видео И Россия будет свободной Спасибо 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 Спасибо